Вот общий анализ крови. Пожилой мужчина, 83 года, 1942 года рождения. Глюкоза в норме. Тут еще и глюкоза с общим. При этом анемия тяжелая, 35 гемоглобин грамм литр, панцетопения, все клетки, лейкоциты, все ростки и тромбоциты, эритроциты, все значительно снижено. При этом анемия макроцитарная, MCV-112 и гиперхромный ацетовый показатель, высокий. СОЭ нормальная, СОЭ-2, моноциты, тут еще обращаю на себя внимание, 24. Ставят изначально при поступлении в больницу B12 дефицитной анемии, но при этом анализ на витамин B12, C на кабаламин не делается. И начинают переливание крови и колоть витамин B12 и феррумли. В таком возрасте гиперхромной и макроцитарной анемии, как правило, первое, что приходит врачам на ум, B12 дефицитная, либо фолиевая дефицитная. А пластическую гематолог не вызывался здесь. И через две недели наконец-то решают проверить в частной лаборатории, потому что врачи в государственных медицинских учреждениях стационарных не имеют возможности практически получить этот анализ, а заставить пациентов идти в платные лаборатории им тоже не разрешают директора. И вот, получается, они тоже заложники этой ситуации, а в итоге страдает пациент. Ну и пациенты сдают как бы по своей воле. Получается уже, не знаю, почему в государственных не делают витамин B12. Может методика какая-то сложная, может наручные методики нету реактивов. А те, которые есть, наборы реактивов, возможно, предназначены для каких-то более современных аппаратов, которые их не имеют в больнице. Либо же не все сыворотки контрольные имеют именно вот этот показатель. Ну, это уже как бы детали. Но в итоге вот получается вот такой вот B12, C-анакалбаламин B12 превышение больше, чем в 6 раз. У человека уже началась лихорадка. И хорошо, что хотя бы антибиотики еще не успели ему дать. И при этом фолиевая кислота снижена. В анамнезе он принимает еще уже на протяжении 10 лет препарат карбамазепин. А у него в побочных эффектах стоят вот такие состояния с кровью. А пластические анемии и, кстати, и другие дефицитные тяжелые анемии. Карбамазепин принимает по поводу воспаления травничного нерва. Нерва давно. И вот я так понимаю, что хронически это все дело периодически беспокоило. Вот анализ на B12 и фолиевую кислоту сделан был через 2 недели после начала лечения. Железо тут в норме. Возможно, это на фоне фермлека оно немножко поднялось. Но 2 недели, за 2 недели было сделано 4 переливания ретроцитарной массы. И, что удивительно, начал принимать фолиевую кислоту. И буквально еще было сделано 5 переливания ретроцитарной массы. И гемалабин начал расти. И с гемалабином в 60 уже родственники забрали человека домой долечиваться. Ну, что я хочу сказать, что все-таки важно перед тем, как предполагается длительная какая-то терапия препаратами, все-таки это делать под контролем анализа. Ну, а тяжелые, все сложные патологии, лабораторные, все-таки заключения, лучше все-таки еще раз перепроверить, пересдать перед началом терапии. Всегда лишний анализ лучше лишней таблетки. Ну, и судя по всему, перспектива уже пожизненно принимать фолиевую кислоту. Ну, в дальнейшем уже как полет человеку 83 года. Вот такая ситуация.